Привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас распаковка заказов Эберлик по восьмому каталогу. Итак, поехали! Две коробочки. Одна большая, вот такая. Другая поменьше. В маленькую у меня до заказа по седьмому каталогу мне нужны были некоторые БАДы. Она, кстати, тяжелее, чем большая. Представляете? Мне нужны были некоторые БАДы, которые в седьмом каталоге дешевле. Сейчас покажу. Тоже интересная посылочка. Заказ еще один в пути. Интересный. Так, что я тут заказала? Здесь я заказала у нас с вами гель для подмывания с экстрактом череды и алоэ вера. Артикул 1644 детский. Нареканий никаких к нему нет. Я уже много раз вам про него рассказывала, что он классный, что он крутой. Всей семьей пользуемся отлично. Ксюшка сказала, мне нужны специализированные средства. Что ты мне даешь, взрослые? Я еще ребенок. Поэтому я из технокит с пеной для ванны для детей 3+. Артикул 2357. Я забыла, чем она пахнет. Давно не брала, девчонки. Сейчас понюхаю. Кстати, смотрите, как здорово запечатанная. Вот так хотя бы пришла. Яблочко, яблочко сочное, зеленое. Мне почему-то вот этот красный цвет все время вводит в заблуждение. Зеленое такое с кислинкой, даже яблочко суперское. Закончились что-то все моющие средства, девчонки, в доме. И поэтому взяла вот такое вот концентрированное моющее средство. Гриффрутовый фреш. Мне кажется, я в таком перевыпуске его не брала с гриффрутовым фрешем. Раньше брала старое. 302.18 артикул. Будем пробовать. Будем пользоваться, кстати, тоже. Смотрите, вот так запечатанная. Я помню, вот так запечатанная приходила продукция Biosif. Уберлик не помню. Или я что-то путаю, девчонки. Не подскажете ли? Действительно, грифрут с далеким отголоском химозы. Прям вот еле-еле уловимым. Поэтому вполне себе нормально. Достаточно густой. Будем пробовать, будем пробовать. Отзывы обязательно буду давать. Дальше в отдельном пакетике БАДы. Первый это Блэбери. Это у нас с вами Черника Плюс. Я беру его впервые. Слышала, девчонки очень нахваливали. Прям нахваливали. Захотелось попробовать, потому что сплю мало. В телефоне времени провожу много. Глаза устают жутко. Хочу посмотреть. 157.26 артикул. Надо пропить. Но слышала отзывы, что ничуть не хуже. Все зафольгировано приходит. Чем вот Черника Форта, допустим, еще какая-нибудь. Пахнет травками. Вот такие вот таблеточки. Фиолетовые, сиреневые такие с укроплениями интересные. Буду пить. Он у нас с вами по 2 порции. А нет, это пищевая ценность такая. Да, 2 порции в день запивая стакан воды. Отлично. Все супер. Так, следующий БАД давно не повторяла. АЛОЕ БАЛАНС для поддержки наших с вами органов пищеварения. Это жидкая форма. 157.39. Раньше пропивала. Слушайте, тоже так запечатано полосочкой. Льющиеся продукты теперь так по ходу дела запечатывают. Потому что вот все остальные нет, нет нужда. А вот эти так запечатают. Слушайте, прикольно. Еще один контроль качества. Достаточно приятный получается напиток. Я забыла, сколько тут добавлять. Одну чайную ложку, 5 миллилитров. Можно шприцом 5-миллилитровым набирать, что я и делаю. Потому что ложки чайные, они все разные сейчас. На 200 миллилитров воды употреблять 1-2 раза в день. Я обычно один и частенько натощак. Хорошая штука. У кого гастрит и так далее, проблема ЖКТ. Артрофорте. В этом каталоге, в том, в седьмом был дешевле. Поэтому взяла его, сейчас пропиваю и пью уже 2 недели. И могу сказать, что вижу результат. У меня меньше болит спина. Кто не знает, у меня перелом позвоночника. И спина у меня в принципе болит хронически. Поэтому я заметила результат и решила взять еще одну банку и пропивать. 157,91 артикул. Пока открывать не буду. Там как в гепатофорте, такие желтые капсулки, как будто масляные. По 2 штуки в день тоже. Вот я вместе с гепатофорте пропиваю. Так, все. Теперь открываем новый заказ с вами. Новинки. Погнали. Мне уже самой не терпится. Серию Эко я взяла всю. Заметли, кстати, на сайте Фаберлик. На сайте именно в личном кабинете, где Фаберлик под ним теперь Бай Эко. Так здорово и приятно смотрится. Вообще классно. О, вот так все упаковано. Бумажка крафтовая еще переложена. Из декоративки я взяла не все, потому что некоторые оттенки теней мне не нравятся. Но из каждой линейки взяла все. А из ухода взяла абсолютно все. По порядку. Кисточку наконец-то урвала. Спасибо вам, девчонки, огромное, что в свое время мне посоветовали именно вот эти вот, как называется, кулинарные принадлежности Фаберлик. Потому что они действительно крутые. Мне безумно нравятся. Я пользуюсь с удовольствием. Собрала всю коллекцию. А кисти долгое время не было на складе. Артикул 910-046. Наконец-то у меня теперь есть и кисть. Потому что частенько что-то приходится смазывать. Мне нравится, что они цельно как бы литые такие. А ручка не отдельно от вот этого. А в связи с этим вот в этих местах стыка не накапливается никакая ни грязь, ни жир, ничего. Все прекрасно моется, очищается. Надпись Фаберлик Хоум. Качество великолепное. Просто великолепное, действительно. Собрать всю коллекцию потихоньку. Это супер. Так, из новинки БАДОВ взяла Детокс-смузи. У нас, как правильно, смесь для приготовления Детокс-смузи с клубникой. БАДОВ набрала тоже море. В следующем заказе они у меня едут. И Лес-Свит, и так далее. В общем, весь комплекс собрала. Потому что собираюсь садиться на правильное питание. Очень хочется немножко подскинуть. Так, вот так выглядит у нас с вами упаковка. Будем в следующем видео пить. И сейчас откроем, посмотрим. 157,94 артикул. И здесь у нас, по-моему, 25 порций. То есть такая маленькая пачка 25 порций. Если это что-то похоже на зип-замок, как всегда, на коктейль, то, в принципе, можно брать, потому что гораздо дешевле. Но не очень похоже. И, знаете, такой запах не очень приятный. Как будто здесь дрожжи, девчонки. А-а-а! Слушайте, какой состав, девочки. Клубника сушеная, семена ачья, шелуха поддорожника. Здесь все бады в одном нашу. Свекла сушеная. Экстракт стивии. То есть подсластитель. Все. Обалденный состав. Потреблять смузи натощак или перед приемом пищи для уменьшения объема порции. Не натощак бы пила, а перед ужином. Две чайные ложки залить 150 миллилитров теплой воды или кипятка. Сейчас попробую хотя бы так, слушайте. Нормально. Вкусно, сладко. Вполне нормально. Будем разводить пробовать. Мы подсластились совсем слегка. Никакой приторности. Больше чувствуется травка, земляника. И подорожник. Вот здесь. Будем пробовать. Интересно. Так, взяла девчонки Ковошинг от Арису, потому что безумно нравится. Безумно нравился. Просто постоянно выходят какие-то новинки, и я не успеваю вернуться к тому, что мне реально очень сильно нравится. Это мытье волос без шампуня. Бальзамом, грубо говоря, да? Серия Лотос. Артикул. Я вам сказала, артикул смузи 157,94. Артикул Ковошинга. Так, и где он? 77,23. Я безумное количество комплиментов получала, когда мыла голову вот этим средством. Волосы живые, не пересушенные. Убралась пушистость. Идеально лежат, выглядят потрясающе и шикарно блестят. Поэтому буду повторять сейчас, опять пробовать. Запечатанный приходится. Средство классное, очень классное. Так, дальше. Дальше одни новинки остались. Все, девочки, к ним переходим. Серия Гиалуронка. Вышел тоник. Мне безумно нравится эта серия. У меня кожа ее прям просто выпивает, глотает. Особенно концентрат. Я чувствую вот эту упругость. Не то чтобы прям подтяжку, но упругость, свежесть, разглаженность. Да, однозначно чувство. Поэтому, естественно, взяла и тоник. Будем пробовать. Артикул 28-21 увлажняющий. Запах у линейки тоже шикарный. Мне прям очень нравится. Я хочу парфюм с такими нотками. Безумно хочу. Почему? Вот делают уходную косметику с такими ароматами, а парфюма в Фаберлике не очень. Поэтому будем пробовать. Серия шикарная тоже так. Погнали. Эка упаковочек с вами достаем. Уход, уход, уход. Сначала уход разберем. Мне так нравится эта расцветка. Я вам уже в обзоре каталога говорила. Это так стильно смотрится. Мне нравится сочетание вот этого зелено-оливкового цвета с вот этим вот коричнево-бежевым. Не знаю, как его правильно назвать. У нас с вами и упаковочек, и состав. Все здорово. Да, конопля. Ну и что? Кто-то в комментариях пытался по этому поводу что-то написать. Но YouTube эти комментарии сразу забанил. Я даже не успела прочитать. Здесь вытяжка из семян. Понятно? Так, первый продукт. Что у нас с вами? Что у нас с вами? Где найти по-русски? Не тестируется на животных. 99,5 натуральных ингредиентов. Если все производители натуральной косметики, максимум 98, но по крайней мере, которые мне попадались. Здесь 99,5. Не тестируется на животных. Без всяких гадостей и так далее. Это у нас с вами ночной крем. Натуральный ночной крем для лица. Описание у продуктов. Девчонки, вообще упасть не встать. В каталоге можете почитать. Я вам сейчас одно зачитаю. Тишина и безмятежность летней ночи в горах, когда вокруг только чистый прозрачный воздух, аромат трав и миллиарды звезд. Бесценные минуты наедине с природой. Они восстанавливают силы, наполняют энергию, вдохновляют. Так, и ночной крем на основе масла конопли, биосахариды, витамины Е, активируют внутренние резервы кожи, возрождая и омолаживая ее. Могут же, могут. Масло конопли холодного отжима. Так, будем с вами все тестить. Прям сегодня начнем. Состав, кому интересно, я вам все покажу обязательно поближе. Потому что он, как всегда, на латыни, а я латынь уже не помню. Как у нас с вами выглядит. Тюбер, так сказала, я вам ночной крем, артикул 6675. Вот так он выглядит, как всегда, запечатано все. Мне жутко интересно, я люблю. И натуральное, и новенькое все, прям невозможно. Плотненький такой кремушек. Прям такой вот плотненький. По ощущениям, на коже начинает таять. Аромат напоминает детский крем, но не фаберлик, потому что кому-то он пахнет какашками, а который с кысками, с собачками. Вот этот вот детский советский крем, помните? Мне почему-то сразу первая ассоциация. Очень напоминает. Текстура питательная. Ручку разглаживает. Аромат в нос сильно не бьет. И к натуральности он здесь не имеет никакого отношения. Ну честно. Прям вот кыске собачки. Который такой белый тюбик, металлический, да, и там кошечки-собачки синего-красного цвета. Такая вот одушка интересная. Я думала, она больше будет какая-то травяная. Нет. Я здесь травы абсолютно никакой не чувствую. Так, то же самое у нас с вами. Дневной крем. А в этой упаковочке. Так же он выглядит. Артикул 6674. Так, следующий продукт. Это у нас с вами натуральная маска Детокс. Три в одном. А если это будет похоже на маску и серии с красным крестиком, потому что она тоже на основе глины, да, которая у нас с вами в Аберлик Эксперт Фарма была великолепная, которая изумительно очищала лицо и сужала поры, то это супер. Потому что ее сняли недавно с производства. Мы по ней страдаем. 6679 артикул маски. Тоже витамин Е. Но конопли не было в той маске. Так, потом будем, ладно, в подробности вдаваться. Это видео затянется тоже. Она у нас так запечатана. 75 миллилитров. Нормальные объемы. Цена у средств тоже нормальная. Ой, она зелененькая, девчонки. Она зелененькая. И с частичками. Мелкими частичками, скрабирующими, больше на гаммаж похоже. Вот так она выглядит. Частичек мелких много. И они на коже чувствуются. То есть даже, мне кажется, как умывалку можно использовать будет. Точно вам говорю. Следующий продукт артикул. Я вам сказала маски. 6679. Следующий продукт это умывалочка у нас с вами. Натуральный гель для умывания. Вот так он выглядит. Здесь у нас 100 миллилитров. Сам большой по объему продукт. Артикул 6673. Смотрим. Гель прозрачный. А, маска, кстати, пахнет зеленью уже. У маски зеленая с парфюмерным какая-то одушка. Не такой запах совершенно, как у крема. И у геля больше похож на маску. И на крем. Средний запах между маской и кремом. Какой-то такой средний. Гель не липкий. Такой прикольный. Будем пробовать. Так, что у нас тут еще? Что у нас тут еще? Так, это все разобрали, разобрали. Дальше поехали. Безумно маленький по объему. Уже у Катюшки Лав видела. У нас с вами кокосовый скраб праймер. 66-46 его артикул приходит вот в такой коробочке. Красивый. Здесь, по-моему, девчонки, всего 10 миллилитров. 10 грамм такого продукта. Вот в такой огромной баночке. Видите, сколько там мало. Зато баночка красивая. Она безумно легкая. Пластиковая. Ай! Чуть не рассыпала. Ничем не заклеили. Представляете? Вот сыпучий продукт не заклеили. Какой запах из банки. Сладкий кокосик какой-то с ванилькой. Ой, как вкусно пахнет. Коричневые такие вкрапления. Девчонки, реально, как я вам в обзоре каталога говорила, хочется зачерпнуть и попробовать на вкус. Реально. Это сыпучий продукт, как пудра. Мелкий-мелкий. Тут есть абрикосовая косточка. Кто их боится, можете не бояться. Она перемолота в пыль. Отсвечивает. Отсвечивает. В общем, здесь много мелких частичек. Это прям такая пылюка. Мы с вами прямо на руках. Боже, какой запах. Будем его растворять с водичкой. И очищать лицо. Все будет, девочки. Все будет сегодня же оттену. Хотя уже поздно. Так. Дальше поехали. Декоративочку доставим. Я одних новинок набрала на 60 баллов. Одних новинок. А мне еще что-то ведь надо. Представляете, сколько новинок. Так, кисть. Я почему-то хотела заказать для глаз, но почему-то заказала для бровей. Артикул 8731. Она упакована в упаковку. А внутри еще индивидуальная упаковка для кисточки. Причем, как вскрыть, я не могу понять. Нам нужен ножик. Очень тяжело вскрыть нигде. Нет штучки, которые можно надорвать. Мне понравилась задумка. Выглядит прикольно. Прикольно, но я, если честно, думала, что она будет больше по размеру. А она какая-то прям совсем мимишная. Такая вот компактная. В поездке с собой брать. Засвечивает, потому что вот тут блестит все. В общем, на одном конце здесь кисть такая вот скошенная. Бровки оформлять. Ну и можно глаза подводить. Мягенькая, мягенькая, мягенькая хорошая кисточка. И на другой такая вот щеточка обычная. В общем, я-то макияж бровей не делаю. Ну, будем расчесывать, потому что у меня татуаж. Достаточно мягкая тоже кисточка. Не травмирует, как бы все нормально пригодится. Я почему-то другую хотела сделать. Не знаю. Рука что ли дробного. Бронзер взяла, девчонки, тоже бронзер. Вот в такой коробочке. Сейчас скраб у меня пахнет просто на всю кухню. Обалденный. Бронзер в артикуле. В артикуле. Где хочешь, там еще. 6274. Интересное оформление в серии. Какое-то нестандартное, не похожее с обычным оформлением Фаберлик. Сзади, спереди. Вот такой он. Красиво оформлен. И он такой равномерный. Катюшка Лавсерин говорила, что он не похож на запеченный. Ой. Ну да, он какой-то прям вот насыщенный-насыщенный. Слушайте, и вот тут вот как-то неаккуратно видно вот сбоку капля клея. Она прям заходит на сам продукт. Ну это как бы ладно, я, вы знаете, не сильно всегда придираюсь к этому. Вот такой интересный. Будем с вами делать новинками макияж обязательно. Интересный продукт. Достаточно деликатный, вы знаете. С рыжинкой такой коричневый. Ну бронзер, да? Что тут говорить-то? Мне кажется, он в поры западает на руке. Не могу пока понять. Будем на лице, девчонки, пробовать. Он такой, он с рыжинкой, но с такой благородной, непоршивой, знаете. Интересный. И нету такого чрезмерного сияния, и нет частичек. То есть продукт, вот как наши жидкие тени, он однородный. Нет никаких выбивающихся частичек, ни тёмных, ни светлых. Он вот такой вот однородный, с красивым сиянием. Я думаю, мне по цветотипу тоже должен подойти. Так, поехали дальше. Что это? А, матирующие салфетки. Смотрите, как здорово упакованы. То есть вот этот чехолчик классненький такой, он достаточно плотный. Так, артикул опять не найду. Куда вы его засунули, товарищи, артикул? Ну, я и говорю, оформление какое-то вот странное. Я не могу найти, девчонки, артикул. Ладно, сейчас распакую, посмотрим. Вот такой вот чехольчик. Здесь 80 чего? 80 штук. Здесь не можно... Здесь 80 штук. Девчонки, здесь реально 80 штук. Из-за какие деньги? Ничего себе. Обалдеть. Вообще, у меня шок. Смотрите, как они выглядят. Сейчас заодно проверим, матируют или нет, потому что... Потому что у меня нос блестит. Я не пользуюсь сейчас тональной основой, а уже конец дня. Такая вот бумажечка с вкраплениями коричневыми, тоже в стиле вот этого эко-дизайна. Вкусно пахнет. Кремушек из этой серии, плюс какая-то парфюмерная вкусненькая одушка, матирующая салфетки. 100% натуральные. Так, мгновенно удаляю жирный блеск с поверхности кожи. Расставляю я свежей чистой. Ой, она намокла. Смотрите. Представляете? Убрала. Слушайте, девчонки, класс. Ну-ка. Такое интересное. Много еще шуршащая, как для готовки. Ну-ка. Ну-ка. Огонь. Я еще закажу. 80 штук. Я не могу найти артикул, девчонки. Чтобы вам его быстрее сказать. Я не вижу его на упаковке. Вводите по названию общим. Матирующие салфетки для лица с зеленым чаром. Я не вижу артикула. Хоть убей. И здесь его нигде нет. Слушайте, видишь, какая крутая. О, как у меня нос плестел. Надо было перед видео это сделать. Но тогда вы бы не увидели мое первое впечатление. Она вся мокрая практически. Ничего себе. Представляете? Все. Это мой незаменимый продукт в сумочке. Я люблю его. Интересно, сколько еще будет держаться этот эффект. Посмотрим. Так, поехали дальше. Два продукта в тени. Вот в таких коробочках они приходят у нас с вами. Таких вот миленьких, хорошеньких. Да? Открываем. Я взяла один оттенок сатиновый, один обычный. Так, первый у нас с вами. Тени для век 58-81. Как они называются? Их оттенок не написано. Это которые биоглитры. Смотрим. Тоже не тестируется на животных. Много значков. Представляете? Я открываю коробку. А тут пусто. Ах вы, фаберлик. А я просто открыла не с той стороны. Просто коробка в два раза больше, чем тени. А если бы я открыла с той стороны, у меня бы было просто пустое дно. Представляете? Я думала не больше, кстати. Ну, нет, это нормальный размер для тени. Хочется все время их менять. Так, 58-81. Такая зеленая, миленькая упаковочка. Ну, не зеленая, даже не знаю, как сказать. Открываем. Это какой-то коричневый. Я помню, кофе, что-то там какао, да? Смотрите, лицо до сих пор мотированное. Класс. Вот такой оттенок. Будем с вами видео с макияжем снимать. Сыпучие до ужаса. Очень сыпучие, девчонки. Вообще. Блин, надо другой рукой нанести, чтобы рядом с бронзером. Потому что они похожи. Ой, нет, приятный оттенок. Он благородный коричневый. Вот он. Безраженный. Он очень благородный коричневый. Он будет выигрышно смотреться на глазики и не пачкать. Хотя из упаковки я подумала, что будет пачкать. Ну, знаете, бывают такие оттенки теней, когда веко смотрится грязным. Нет, он очень благородный. Он такой. Но здесь блески, здесь блески. Здесь они и выделяются. Они видны. Они прям видны. Благородный, спокойный коричневый оттенок. Практически без ржаны, местами уходящие в розовый, немножечко, ну, как сказать, в розовый, в тёплый потон такой. Очень классные оттеночки. Я вам свочу обязательно в конце видео покажу ближе, в боке. Так, следующий оттенок у нас с вами 58-76. Это уже у нас с вами шёлковая текстура, ультрамелкий перламутр. А, не все перламутровые, ну, с блёстками, я имею в виду. Здесь упаковка уже такая более синяя, здесь такая, не знаю, как цвет назвать. А здесь такая вот голубенькая уже. Так. Смотрим, ой, тоже оттенок угадала, девочки. Это такие шикарные оттеночки. Так, давайте рядышком тоже нанесём чистым пальчиком. Ой, они правда шёлковые. Они, кстати, пылят меньше при наборе. Гораздо меньше. Прям вот гораздо меньше. Те глиттерные у меня как-то прям сразу запылились. Как они будут сочетаться оттеночки, очень похож, но это ещё более тёплый. Ещё более тёплый такой оттеночек. Очень выигрышно будет смотреться. Ммм, а два их сочетать вообще шикардос. Я угадала. Я угадала, мои хороши. Так, ну что, всё, по-моему. Всё мы с вами попробовали, всё мы с вами достали. В следующем видео будем тестировать уход, потом видео с макияжем. Влоги будут, будем пить вот эту штуку. Ссылка для регистрации всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Деньги в подарок. Ещё действует акция такая для новичков. Будем с вами общаться. Всех люблю, целую, всем пока. И вот сводчи, девчонки. Так как вам получше передать. Очень красивые тенюшки. Мне прям понравились. Сверху у нас с вами получается бронзер. Потом вот первый оттенок, который глиттерный. И дальше вот нижний, самый шелковистый. Сейчас под лампу попробую вот так ещё передать. Классные. Классные оттеночки, прям красивые. Вот он, скрабик, как выглядит. Такой вот интересный продукт. А вот этот смузи как выглядит. Разошлась тут. Ну, хочется вам всё показать, чтобы вы понимали. Я попрощалась уже и показываю. Фокус, зараза, не фокусируется. О, как жмых какой-то. Видите, семена чья, вон видно. Такой вот интересненький. Упаковочки выглядят продукты. Камера более-менее верно придает. Но рожит почему-то искусственное освещение. Да, рожит. Рожит, совсем рожит. Под лампой. Вот, вот такой оттенок. Вот, вот такой, да. Так. Вот, вот такой, да. Под лампой более-менее передаётся. Ага, вот такой вот всё точно. Так, ну теперь точно всё. Пока.